МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА РУДИТ ПЯТЁРКА Здравствуйте! Снова каникулы, снова лето, снова местами жара, местами дожди. Ну, странное у нас лето. А у нас РУДИТ ПЯТЁРКА, которая отбирает звезд на наши предфинальные красивые, мощные, богатые игры. Вот очень серьезные, справа от меня в синем, видно, звезды очень сильно хотят, стоят ученики 27-й средней школы во главе с Данилом Яркиным. Вот они такие красавцы. Блеф игра. Донетка. Правда, неправда, угадаешь, не угадаешь. Посмотрим. Максим Короткевич, кто идет на блеф игру? Я считаю, что пойду я. Ага, хорошо. Данил? Пойдет Вероника. Итак, Максим против Вероники. Вперед! Максим! Давай! Вероника! Верите ли вы, что Волга впадает в Каспийское море? Фальстарт, фальстарт, фальстарт впадает у вас. Очень строго наш электронный судья. Максим? Да. А вот если бы девушка сказала нет? Я бы сказал да. Ты бы сказал да. Да, в самом деле Волга впадает в Каспийское море. Это научный факт. Верите ли вы, что есть такая Нобелевская премия по математике? Максим? Да. Нет такой премии. Не любят Нобелевский комитет математиков. У математиков высшая награда – золотая медаль Филдса. Теперь вы это знаете. Играем. Верите ли вы, что Лермонтова застрелил Дантес? Фальстарт теперь у Максима. И у вас, Вероника, есть шанс? Нет. А кого он застрелил? Лермонтов? Нет. Нет, Дантес. Ну, Дантес его окончательно не убил. Кого? Лермонтова. Так он в него и не стрелял, собственно. Да, Пушкина убил Дантес. Господи, играем. Верите ли вы, что имя Марина означает морская? Фальстарт. Максим, какой это вы темпераментный у нас? Сегодня Вероника? Нет. Марина, морская. Художник-маринист. Он рисует море. Мара, море. Теперь вы это знаете. И заканчиваем. Верите ли вы, что действующий пока чемпион мира по футболу – это Бразилия? Фальстарт теперь Вероники. Максим? Верю. На последнем чемпионате мира немцы так поступили с бразильцами. Ой, как бог с черепахой. Тем не менее, пять. Пять такая нервная у нас получилась. Блеф. Игра. Ну что, приступаем к основной игре. Дуэльный. Дуэль игра, вперед! Итак, дуэль игра. Прослушайте темы боев. Земная тема – это первый бой. Небесная тема – бой второй. Тема именная. Имена на карте мира – третий бой. Круглая тема – четвертый бой. И точная тема, потому что точные науки. Это у нас будет пятый бой. У вас пять секунд, чтобы принять решение, кто какую тему на себя готов взять. Поехали, вперед. Гориток. Пальц поднимать. Я ладошка спотела. Три, две, одна, ноль. Прекратили обсуждение, уважаемые господа. Начнем. Земная тема. Кто у вас наиболее земной человек? Я считаю, что это Глеб. Хорошо, Глеб. Будем ждать тебя. Даниил у вас? Пойду я. Итак, Глеб против Даниила. Вперед! Итак, внимание. 71-я гимназия против 27-й школы. Играем. Крестьяне говорили, навоз – батюшка, а она – матушка. Фальстарт у вас, Даниил. Есть шанс у Глеба? Она? Ну? Земля. Да, земля – матушка, навоз – батюшка. Это правильный ответ. Играем. Именно их Моисей вел в землю обетованную. Прошу. Евреев. Абсолютно точный ответ. Из Египта Моисей. 40 лет водил по пустыне. Продолжаем. Этот архипелаг находится у южной оконечности, опять-таки, Южной Америки. Земная тема. Прошу. Земной. Земной – это неправильный ответ. Даниил. Не знаете? А вот про огненную землю что-нибудь слышали? Теперь вы знаете это. Играем дальше. Земля Афродиты, Земля Иштар, Земля Лады. Все это участки поверхностей именно этой планеты. На какой же планете женские имена только? Прошу вас. Венера. Венера, браво! Единственный объект там, который назван в честь мужчины – это горы Максвелла. Вот команда Сиднева это не знала в свое время, а Глеб это знает. Поэтому продолжаем. Так еще называют соотечественника. Прошу. Земляк. Земляк. Это точно ответ. Итак, счет 20-10. Пока ведет 71-е, но вся игра еще впереди. Следующий бой. Максим Короткевич. Максим Короткевич. Небесное существо у вас есть в команде? Это я. Ой, милый, и это твой последний выход. Больше двух разных стойки никто не становится. Даниил Яркин, а кто у вас к небесам ближе? У нас Андрей. Ага. Ну что ж, Максим против Андрея. Вперед! Итак, небесная тема. Играем. Англичане называют этих спортсменов небесными ныряльщиками. Скайдайверс. Максим? Парашютистов. Что вы говорите? Это правильный ответ, да. Играем. В египетской мифологии небо держал шу, изображаемый в виде человека с поднятыми руками. Вот примерно так. А в греческой мифологии эту роль выполнял он. Да. Тишина. Аполлон. Аполлон. Это неправильный ответ. У вас есть шанс. Ну? Не знаю. И неужели вы не знаете, какие лучшие холодильники в мире? Атлант. Атлант. Это правильный ответ. Но, к сожалению, вы дали его позже, после наводки. И вот видите, человек не сказал Самсунг, сказал Атлант. И это правильно. 88 участков, на которые разделено небо, называются... Да? Созвездие. Браво! Отлично! А в русском языке это слово иногда заменяют словосочетанием высотное здание. Фальстарт. Макс? Это небоскреб. Небоскреб, конечно же. И вот сейчас посмотрим, верно ли это русское устойчивое выражение. А счастья обычно бывают на этом по счету небе. Прошу. На седьмом. На седьмом. Браво! Итак, счет 30-20 пока. Ну так, не на седьмом, близко к седьмому небу. 71-я гимназия. Следующий бой. Третий бой, третий бой, именная тема. А конкретно имена на карте мира. Кто с картой дружит у вас? Иван. Ваня, мы в вас верим. Данил, у вас? Вероника. Иван против Вероники. Вперед! Поехали. Он первый президент США, он же столица страны. Да? Вашингтон. Вот именно просто Вашингтон. Я так красноищево замолчал. Если вы не поправились, я бы отдал ответ Веронике, потому что столица называется именно Вашингтон. Вашингтон или Вашингтон, как его иногда произносят. Пять очков. Играем, будьте внимательнее. Братья-путешественники, они же море в Ледовитом океане. Да? Латсо... Да? Ну... Лаптевый. Лаптевый, это правильный ответ, да. Продолжаем. Датчанин на русской службе, он же пролив. Прошу. Беринг. Беринг, Берингов пролив, да, браво. Отлично. Съеденный мореплаватель, он же архипелаг возле Новой Зеландии. Прошу. Кук. Да, архипелаг Кука есть такой, но известно, что аборигены съели Кука. Грустно. И заканчиваем. Первооткрыватель Америки, он же южноамериканская страна. Прошу. Христофор Колумб. Колумб, да, Колумбия, я не уточнял по стране, абсолютно точно. Колумб, Колумбия, браво, отличный ответ. 45-30, продолжает вести 71-е, ну, только вот мы пересекли наш игровой экватор. Продолжаем. Следующий бой. Круглая, круглая, совсем круглая тема. Кто у вас круглый самый? Ну, не сказать, что круглый, но это Юля. Юля, ну да, она такая более стройная, я согласен с вами. А вот это я тут круглый, а она красивая. Данил. А у нас пойдет Алина. Итак, Юля против Алины. Вперед. Юля против Алины. Ну что, девушки, покоряйте не только красотой, но и интеллектом. Поехали. Магеллан начал свое путешествие, основываясь на этом факте. Прошу, Юля. Что, земля круглая? Земля круглая, он обойдет вокруг, отлично. Следующий сезон родит пятерки, если он будет, обозначат этим круглым числом. Фальстарт у вас, Юля. Алина, у вас есть шанс? Восьмерка. Восьмерка круглая? Понятно. Тяжело у вас с математикой. Круглые числа, это вообще 10, 20, 30, 40 и так далее. Десятый он будет, если он будет. Теперь вы это знаете. Надеюсь, что мы увидимся. Булла. Булла. Это такая круглая металлическая печать, которая подвешивается к важнейшим документам, ну, которые подписывает, естественно, он. Прошу, Юра. Папа. Чей? Римский папа католичества. Ну да, папа римский, абсолютно правильно. Юля, вот если начинает рассказывать, она рассказывает очень много и очень хорошо. Играем. Рассказывает, что именно они чертят загадочные круги на пшеничных полях. Прошу. НЛО. НЛО, инопланетяне, да. Молодец. И заканчиваем. Круглая скобка в смайлике обозначает ее? Юля. Улыбку. И это правильный ответ. С улыбкой отвечает Юля. Итак, 60, 35, что-то приуныло 27-я. Ну, попробуем, может, в точных науках они сильны. Следующий бой. Точная тема. Точная тема. Точная тема. Кто любитель точных наук? Это Даша. Даша? Ну, как-то я одни был другого мнения раньше. Даниил. У нас пойдет Владислав. Вот Владислав больше похож на серьезного, точного человека. Итак, Даша против Владислава. Вперед! В центре атома, вы не поверите, имеется это. А куда-то фальшстарт в центре атома, образованное протонами и нейтронами. Даша, неужели вы знаете? Это ядро. Что вы говорите? Это ядро, вы правы. Представьте себе, сила в один ньютон, Даша, один ньютон, переместила тело на один метр. Произведена работа... Сколько? Чего? Да. В один джоуль. Один джоуль. А что вы-то сомневаетесь? Абсолютно правильно. На орбите можно наблюдать это явление. Отсутствие силы, с которой тело действует на опору или подвес. Да? Невесомость. Отлично, да. Вот я воспаряю от вашего правильного ответа в невесомость почти. Радиоволны от 3 до 30 МГц. Это короткие или ультракороткие? Это ультракороткие. У кого это еще короче, прошу? Короткие. Коротковолновые радиостанции работают на этом диапазоне. ФМ это еще короче. Это термин, который служит для обозначения действия одного тела на другое. Да. Может деформация? Деформация. Нет. Ну, вот одно тело на другое воздействовало. Чего это? Работа. Нет, работает не ссор. Сила. Сила. Вот я еще на вас воздействую, но я еще работы не произвел, я до вас не дотянулся. Ну, сила уже есть. 70-45. Следующий бой. Играем. Итак, в истории было много случаев, тем более в истории нашей Роди Пятерки, когда проигрывающая команда вдруг внезапно брала себя в руки, возносилась над собой и над соперников и одерживала победу. Ну, и тест игра у нас, соответственно, историческая. Итак, историк в команде. Макс? Это Юля. Юля. Это ваш второй и последний выход, Юлечка. Даниил? У нас Андрей. Хорошо. Юля против Андрея. Вперед! Наше скоростное централизованное тестирование. Вопрос, три варианта ответа. Нажать на кнопку, дать правильный. Начинаем. Столетняя война. Продолжалась. А. 98 лет. П. 100 лет. И. С. 116 лет. Прошу. 116 лет. Да, хотя ее ошибочно. Называется столетняя. Она продолжалась гораздо более длительное время. Отлично. 10 очков получил на атаке. Играем. Великая хартия вольностей. Это факт истории. А. Франции. Б. Англии. С. США. Прошу. Великая хартия вольностей. Это факт из истории Англии. И это правильный ответ. Играем. Португалия в 16 веке стремилась к полному, тотальному контролю над А. Атлантическим океаном. Б. Индийским океаном. С. Тихим океаном. П. Прошу. Атлантическим. Увы, она там уже и так контролировала. Юля, у вас есть шанс? Я думаю над Индийским океаном. Индийским океаном. Контролировал пути в Индию, Малайзию и прочие жаркие, тёплые страны, богатые пряностями именно Продугали. Да, браво! Пять очков на подборе. Вот так и хочется в стиле Юли. Началом Великой Французской Революции считается... А. А. Поход на Версаль. Б. Взятие Бастилии. И. С. Термидрианский переворот. Прошу. Три, две, одна. У соперника есть шанс. Взятие Бастилии. Взятие Бастилии, конечно. Пять очков на подборе будем считать. Юля, нужно быстро отвечать. Ливонская война началась при А. Петре Великом, Б. Василии Темном, С. Иване Грозном. Прошу. Иване Грозном. Плюс 10 очков. 85-70. Несмотря на мои придирки, Юля все-таки ведет команду впереди. И так, ты ищевой. Слайд, игра! Слайд, игра! Три, пять очков. Три, пять очков. Идите внимание. Серия слайдов, слайд, игра. Наша простая азбука. Самое главное, как показывает опыт, не только увидеть, что изображено на картинке, но еще букву разглядеть, с которой начинается слово. Поэтому у нас вместо Вани встанет, там иногда бывают валяшки и так далее, и так далее, и так далее. Кто способен, Максим, суперсложную, супер-мега-сложную задачу решить? Одновременно видеть и букву, и картинку. Есть у вас с двумя глазами мужик или девушка? Я считаю, что так умеет Ваня. Ваня умеет, хорошо. Даниил Яркинск, что у вас с двумя глазами и с грамотностью? У нас с такой способностью обладает Алина. Отлично! Ваня против Алины, вперед! Ваня! Ваня! Ваня, давай, кричит студия, сейчас Ваня даст. Ну, а Алина додаст. Итак, Ванечка, начинаем с вас, вы выиграющая сторона. Начнем. Автостоп. Это автостоп, да, вот именно так в Европе большим пальцем приманивают свободные автомобили. Прекрасно. Алина, буква Б. Байкер. Даже не один, я бы сказал, их тут целая толпа. Это байкеры, мотоциклисты. Отлично! Обменялись 15-очковыми ударами. Продолжаем. Ваня. Это волчок. Да, вот знаменитый волчок, что, где, когда, правда, без стрелки припаянной. Ну, вот это основа нашего великого волчка. Птичка. Грач. Тихо, у соперника есть шанс. Это галка. Вот заметьте, заметьте, Алиночка, вот на всякий случай, встретите вы грача, он весь черный, а у галочки вот такой вот серенький ободочек и головешка немножко такая серебристенькая. Вот, и когда грач говорит, здравствуй, грач, грачи прилетели, галка, привет, галка. Хорошо, значит, А, Б, В, Г, да, А, Иван. Это двигатель. Это двигатель, это дизель, может быть, Алина. Енот. Да, это наша забота, а не енота, да. Хорошо, Иван. Железо. Да, перед вами вот такой кусок железа, практически самородного. Играем дальше. Тишина. Золушка. Да, Золушка, вот она бежит, вот разбегаются ее крыски-мышки, вот тыква лежит, ну, а принц склонился над туфелькой. Да, это радует. Иван. Это инжир. Это не инжир. Алина, поправьте его. Изюм. Это изюм. Инжир, он крупнее. Ну, изюминки крупным планом взяли. 10 очков на подборе подняла Алина и сейчас поставит точку. Кадеты. Да, это кадеты и ученики Суворовского училища. Браво! 155-140. Иван споткнулся пару раз, ну и Алина тоже нервничает, ребята. 155-140. И, по сути, игра очень равная. И мы начинаем о риск игру. Риск игра, поехали, вперед! Я вот дожидался, что, в общем-то, капитан обычно себя выстреливает на последнюю игру. Но Максим использовал два выхода, значит, кого-то он планирует бросить в бой не себя. Кого? Дашу. Итак, Даша. Дашенька, готовы? Данил Яркин, капитан 27-й школы. Кто у вас в бою? Пойду я. Во! Как надо, Максим. Сам не на хрупкую девушку переваливать всю ответственность. Я, сказал мужик, и пошел. Даша против Даниила. Вперед! Напоминаю, правильный ответ 20 очков. Неправильный минус 20. Это единственная игра со штрафами в нашей уникальнейшей эрудит пятерке. Начнем. Земная тема. Этот польский канонник научно доказал, земля вращается вокруг Солнца. Даша? Я считаю, что это Коперник. Это Николай Коперник, вы правы, плюс 20 очков. Хотя Даниил жал и атаковал, но вы его опередили на кнопке. Играем. Небесная тема. Небокрай. Небокрай. Как звучит? Это по-украински. А по-русски? Таша? Небосвод. Нет, это неправильно. Это минус 20. Вы вернулись к своему прежнему значению. Даниил, будете отвечать. Вы имеете право не отвечать. Нет. Небокрай. А по-русски? Горизонт. Как красиво по-украински. Играем. Именная имена на карте мира. Поэт, он же город, бывшее царское село. Даша? Пушкина. Поэт? Понятно. Три, две, одна. Решайтесь. Ответ. Пушкин. Пушкин, да. Город Пушкин, бывшее царское село. О, напугали вы меня. Играем. Круглая. Круглая. Круглым бывает дурак. Но круглым бывает и антидурак. То есть? Да. Умник. Умник. И а в школе? Всезнайка. Ну а как, кто все время в терке получает? Умник, всезнайка, да, это все синонимы. Отлично. Отлично, конечно же. Вот, наконец-то, родилось. Играем. Точная тема. При уходе электрона и он приобретает такой заряд. Да. Положительный. И это правильный ответ. И 27-я школа. 27-я школа выигрывает. Как я и обещал, у нас звездочка не просто так выбирается лучший игрок нашего матча, но она получает книгу «Легенды и мифы нескучного сада». Совершенно недавнее издание, свеженькое, красивенькое, еще типографская краска и пахнущая. Итак, ну, победила команда 27-й школы, я хотел бы спросить у их соперников, дать им буквально несколько секунд и решить, кто же вот достоин попадания в нашу суперсборную. Можете, по-моему, 5 секунд. Кто? Кто, 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 кто? Дайте Веронике. Веронике. Хорошо, ну, раз решили, что Вероника, пусть будет Вероника, желание, спасибо, поздравляю, желание соперника, закон для ведущего. И вот своей волей, своей волей я бы еще позвал в нашу суперсборную предфинальных игр Дашу Романовскую, героическую. Вот, я думаю, для нее это будет хорошая школа, наша, вроде, пятерка, это еще хорошая школа, умение держать себя в руках и умение побеждать. Ну, а самое главное, не забывайте, смотрим пятерку, получаем десятки, играем!